Ребяточки, привет! Очень много вопросов поступило по поводу того, как же правильно выбрать аккумулятор для своего автомобиля и как же сделать так, чтобы не переплачивать. И давайте в этом выпуске разберемся, в чем же различие между аккумуляторами, в чем различие между технологиями SFB, EFB, AGM, гелевые там все остальные. И расскажу, почему гелевый аккумулятор лучше не ставить на свой автомобиль. В общем, будет интересный выпуск, я думаю, всем понравится, так что погнали! Сегодня я приготовил для вас разные аккумуляторы, новые, в разной ценовой категории и с разными технологиями, также уже распиленные. Это у нас технологии EFB, AGM и гелевые. И мы узнаем принципиальную разницу, есть ли она вообще или нет. Слишком я углубляться не буду, потому что, если слишком углубляться, то можно ошибиться где-нибудь и получить таких ебуков в комментариях, так как это было в предыдущем ролике, когда я перепутал вольты с амперами и про силу тока, и там каждый второй комментарий был про это. Так что, ну, извините, ребят, сценарий писал не я. Ну, обычно не я пишу сценарий к нашим роликам. А кто вы думали? Кто-кто? Конь в пальто! Иди сюда, вот этот человек, который обычно мне пишет сценарий к роликам. Привет, подписочники. И, кстати, к этому ролику он тоже написал сценарий, да? Да, это я. Точно? Что ты хотел сказать? В чем измеряется сила тока, ну-ка? Сила тока измеряется в амперах. Правильно, молодец. Что ты еще хотел сказать зрителям? Простите, я больше так не буду. Все, отлично. Больше он так не будет. Давай, шуруется. Пойду писать еще сценарии. Все, а мы приступим дальше. Что же такое аккумулятор? Аккумулятор, по сути дела, это тот же лимон. Обычный лимончик, это сосуд с кислотой. И если мы возьмем простой кусочек медной проволоки, вставим его с одной стороны лимона, а с другой стороны вставим обычный металлический саморез. И на концах вот этих уже получившихся электродов мы получим напряжение. Слабое, но напряжение. И этот лимон уже является аккумулятором. На этом же принципе и устроены все свинцово-кислотные аккумуляторы. И, по сути дела, принципиальная схема их не изменилась уже больше, чем за 100 лет. И вот здесь я изобразил, как принципиально работает аккумулятор. Я знаю, что многие из вас это уже давно знают, но все-таки повторение, мать учения. И я расскажу это простыми словами. То есть у нас в аккумуляторе располагается 6 банов. Я изобразил принципиальную схему, одну из банок аккумулятора. Здесь есть свинцовые пластины отрицательно заряженные и положительно заряженные, которые располагаются вот так поперек аккумулятора. И, как правило, они не касаются друг друга, чтобы избежать короткого замыкания. Они одеты в специальные конверты. И таких пластин отрицательных и положительных может быть 5, может быть 6, может быть 8. Соответственно, чем больше свинцовых пластин, на которых нанесена активная масса, тем больше у нас пускового тока и больше емкость аккумулятора. Сами по себе свинцовые пластины могут быть разной технологии. Технология вытяжки, технология штамповки, технология литья. И здесь тоже есть некоторые различия. Но чем дороже технология, тем, соответственно, и дороже аккумулятор. И он будет лучше отдавать ток и лучше держаться на нем активная масса. И, соответственно, вот, допустим, два аккумулятора. В одном из них будет 480 пускового тока, в другом у них будет 540. И, соответственно, вот этот аккумулятор и будет стоить дороже, потому что у него технология изготовления намного лучше, активной массы намного больше и свинца здесь намного больше. Даже, в принципе, по весу, если сравнить, этот аккумулятор чуть-чуть тяжелее. Поэтому дешевые аккумуляторы не стоит брать, потому что у них запас емкости намного меньше, чем у дорогих аккумуляторов с высоким пусковым током. Но к пусковому току мы вернемся чуть позже. Итак, давайте посмотрим, в чем же принципиальная разница всех технологий, которые я сегодня изобразил. SFB, EFB, AGM и гелевые. Первая технология, о которой хотелось бы поговорить, это обычная, стандартная, свинцово-кислотная технология SFB. Это, можно сказать, объединить вот эти все аккумуляторы, которые у нас есть, кальциевый, кальций плюс. Это просто обычная стандартная батарея. И SFB написано только на аккумуляторах мутлу. Ну, люди часто спрашивают, что это за такая технология. По сути дела, это, что у нас, superior fluted battery. Это, типа, лучшая залитая батарея. Как бы так переводится это все. И, ну, по сути дела, технология означает, что это обычный кальций-кальций. И ничего здесь такого нет. Просто в этой технологии, ну, типа, ну, пластины у них там изготавливаются по более, там, улучшенной технологии. Больше активной массы. И за счет этого больше пускового тока. Следующая технология, которая уже отличается от других, это EFB. Это Enhanced Fluted Battery. Типа, улучшенная залитая батарея. Но это такая же батарея, свинцово-кислотная. Все здесь все то же самое. Здесь жидкий электролит. Вот у меня есть разрезанный, распиленный такой аккумулятор. Тоже EFB. Здесь залит обычный жидкий электролит и такие же свинцово-кислотные конверты. Здесь уже она сухая, поэтому я беру просто голыми руками. Вот такая вот пластина, которую я изобразил в банке, располагается с плюсовыми и минусовыми клеммами. Сейчас попробую разделить ее. Вот так вот. Вот так выглядят плюсовые у нас пластины. Вот так выглядят минусовые пластины. Разница лишь в том, что на плюсовых и минусовых пластинах здесь есть вот такая вот сеточка. Вот такая вот сеточка, которую они наносят на эти пластины. Это волокно. Дебил. И эта сеточка удерживает активную массу. И защищает активную массу от вибрации, от движения, от разрушения. Но, по сути дела, это та же самая батарейка, которая ничем не отличается. Но за счет вот этого вот нанесения они уже могут гарантировать более высокие пусковые токи и больше циклов заряда-разряда. Вот и все отличия у EFB. Но EFB уже аккумуляторы близкие к AGM. AGM это у нас абсорбент глаз мат. Это дословно переводится как электролит, абсорбированный в стекловолокно. И это не гелевые аккумуляторы, как многие думают. И вот такие вот аккумуляторы с круглыми банками, это не гель. Это AGM. Это электролит. Он просто не в жидком состоянии. Он находится именно в стекловолокне. Геля здесь нет. Вот такие круглые банки. Обычно, если их разрезать, то вы увидите вот такие конверты, которые располагаются по спирали. То есть, по сути дела, это те же самые вот такие конверты, которые располагаются вот в банке. Только они закручены по спирали. По спирали закручены, то можно разместить гораздо больше свинца. И тем самым больше пускового тока. И тем самым больше циклов заряда-разряда. И поэтому именно эти аккумуляторы AGM, они являются лучшими на сегодняшний день аккумуляторами для автомобилей. Не гелевые аккумуляторы, а AGM. Гелевым мы еще вернемся. О, пошла. Наконец-то. Вот она. Рыба моей мечты. Вот этот конверт. Довольно-таки тяжелый, потому что здесь очень много свинца. Именно вот этим отличаются аккумуляторы AGM от обычного стандартного аккумулятора. Давайте я попробую немножечко размотать его и покажу, как располагаются пластины. Вот она, вот это волокно, в котором и располагается электролит. Не в жидком состоянии, а, так скажем, ну как эффект мокрой тряпки. И вот так вот располагается пластина. Вот она, с двух сторон она обволакивается вот таким волокном. Блин, хотел аккуратненько размотать, как мы в прошлый раз разматывали. Давайте я лучше покажу кадры из другого выпуска, где мы разматривали подобные конверты. И вы увидите, насколько длинные здесь свинцовые пластины. И вот за счет вот этой вот своей длины они и дают больше пускового тока, и лучше, и долговечнее служат на вашем автомобиле. Далее у нас гелевый аккумулятор. И давайте я его распилю и покажу. То есть это тот же самый аккумулятор, тот же самый лимон, только вместо жидкого электролита, жидкого кислоты, у него электролит в гелевом состоянии, в гелеобразном состоянии. То есть вот здесь в пустотах у него гель. Что мы и видим вот здесь вот, в этом аккумуляторе, что здесь между пластинами располагается гель. Почему я в начале выпуска говорил, что гелевый аккумулятор нельзя ставить на автомобиль. Это больше тяговые аккумуляторы, это больше аккумуляторы для альтернативных источников энергии. То есть когда ставятся ветряки или солнечные батареи, и тогда несколько аккумуляторов вкупе, именно гелевых стоят, которые могут держать больше зарядов-разрядов. И сами пластины меньше подвержены разрушению и меньше подвержены коррозии. Но как мы видим, вот здесь вот этот аккумулятор... Вот дебил. Но как мы видим, вот здесь этот аккумулятор тоже уже разрушился, и все плюсовые клеммы здесь осыпались. Так что вечного ничего не бывает, даже гелевые аккумуляторы можно кончить. И, кстати, у гелевых аккумуляторов даже специальные клеммы располагаются, чтобы вы не поставили их на автомобиль. Это специально делается, потому что многие захотят поставить и сделают только хуже. Потому что гелевый аккумулятор не рассчитан на отдавать пусковой ток сразу. Они отдают его очень медленно, поэтому их и не применяют в автомобилях. Итак, мы сегодня с вами рассмотрели несколько технологий и посмотрели их различия. Но в чем же различие у этого аккумулятора с другими технологиями, так скажем? Например, если у обычного аккумулятора количество заряд-разрядов, то есть полность их зарядов и полных разрядов будет, допустим, 50, то уже у технологии EFB количество зарядов и разрядов будет 150. Именно поэтому эти аккумуляторы можно располагать на автомобилях, в которых установлены какие-то дополнительные электрооборудования. Их можно гораздо глубже разряжать, и их пластины не будут осыпаться, и пластины не будут сульфатироваться. Дальше у нас AGM. Не гель, а именно AGM. То есть у него количество заряд-разрядов будет 200. Соответственно, в 4 раза выше, чем с обычными аккумуляторами. Именно поэтому AGM используется для автозвука, потому что они являются аккумуляторами глубокого разряда. Конечно же, гелевые аккумуляторы также используются для автозвука, и количество заряд-разрядов у них больше, уже где-то порядка 300. Но эти аккумуляторы не стоит применять для пуска двигателя, тем более в мороз, потому что гель может в мороз замерзнуть. И если мы возьмем аккумуляторы обычной технологии, то они будут стоить до 5000 рублей. А аккумуляторы EFB уже будут стоить от 5000 рублей. От 5000. А AGM, соответственно, где-то там от 10 тысяч рублей. И гелевые стоят уже тоже где-то от 10, там 10-12 тысяч рублей. Где-то давайте 12 тысяч рублей. Тысяч рублей напишем. Естественно, вам лучше брать обычные аккумуляторы, ну, либо, если позволяет DG, то взять EFB. AGM нужно уже для суровых условий эксплуатации, или если у вас слишком много электроники. Вот и вся, по сути дела, разница между вот этими аккумуляторами. И если вы этого не знали, то обязательно поставьте лайк. Я старался, чтобы вам это все подробно и просто донести. Если кто-то сейчас в комментариях напишет, что у меня на автомобиле установлен гелевый аккумулятор, который идет с завода или что-то еще подобное, то, пожалуйста, пришлите где-нибудь мне фотографию, что у вас стоит гелевый аккумулятор. И я первому, кто пришлет, вот вышлю вот такой вот герметик с EFB, который можно заливать в шины для того, чтобы они не прокалывались. Подарю вам. Потому что нету ни у кого гелевых аккумуляторов. У всех аккумуляторы AGM. Когда начинаешь выяснять, выясняется, что там стоит обычный AGM, но не гелевый. Если понравилось, не понравилось, в общем, пишите в комментариях, какие аккумуляторы у вас располагаются, сколько лет они проходили. И, может быть, что-то какие-то у вас есть дополнения. В общем, у меня уже голова идет кругом. Спасибо вам за просмотр. У нас скоро будут выпуски о маслах, как вы просили. У нас будет рубрика «Интересные факты». В общем, много чего мы планируем. Скоро, кстати, будет турболюлька. В общем, ждите, ставьте лайки. Все. Будьте добрее на дорогах. Всем пока-пока. Пока. Пока.